На сегодняшний день перед предприятиями России и в частности Свердловской области стоит непростая задача. Как можно быстрее наладить импортозамещение товаров, комплектующих деталей и сырья. Эту задачу весной 2015 года планируют выполнить на новом полевском предприятии по выпуску точного литья. Монтаж автоматической формовочной линии практически завершен. Степень готовности производства на днях оценил председатель правительства Свердловской области Денис Паслер. Мы оценим порядка миллиарда. Уже сегодня потребность в таком литье только на территории Свердловской области. Поэтому то, что видно сегодня, это хорошая технология, это точно, высокоточное, качественное оборудование. Оно, к сожалению, не российское, но, тем не менее, есть с чего начинать. И есть хороший задел для того, чтобы мы смогли повысить качество продукции машиностроителей как на территории Свердловской области, так и за пределами территории Свердловской области в нашей стране, получав отсюда вот эта заготовка, это литье, которое мы здесь будем производить. Предприятие точного литья находится на особом контроле у правительства Свердловской области. В 2015 году проект будет включен в программу модернизации промышленности. Получит налоговые льготы по одной из региональных программ. Предприятиям работали в адресном порядке. Помогали им подключение энергетических мощностей. Помогали с возвратом НДС. Что важно, то что сегодня, когда дефицит ликвидности предприятия, то лишние деньги, которые можно посетить в оборотные средства, модернизация, тоже очень важно. Также мы планируем в рамках программы развития промышленности в 2015 году также помочь предприятию в получении компенсации затрат по процентной ставке по кредитам. То есть в учетом современных реалий это очень важно. Также мы с ними отработаем по подаче заявки в фонд развития промышленности в Свердловской области, где 5% кредит, в том числе на те стадии, которые проходят здесь. На первом этапе весной этого года Полимед планирует выпускать до 6000 тонн литья в год, что полностью компенсирует потребности предприятий машиностроения Свердловской области. До недавнего времени основным поставщиком подобной продукции на российский рынок был Ровенский литейный завод, расположенный на Украине. Уникально тем, что позволяет в автоматическом режиме производить отливки высокого качества и размерной точности. Городу Полевскому новое производство предоставит более двух сотен рабочих мест. Сама автоматическая линия будет обслуживаться 10 техническими специалистами. Кроме этого новое производство отвечает всем требованиям экологической безопасности. С точки зрения экологии, ну представьте, чугун, песок, сплавы. Здесь будут стоять современные очистные системы, что касается песка. Все остальное в пределах нормы. То есть здесь не будет какой-то страшной химии, либо еще чего-то. Объем инвестиций в проект составил порядка 3,5 миллиардов рублей. По окончании пусконаладочных работ и пуска производства дополнительные поступления в бюджеты всех уровней, в том числе и в Полевской, в среднем составят 170 миллионов рублей в год. Мария Лукьянова, Константин Миронов, Новости Полевского.